Представьте себе, что у нас есть произвольные натуральные числа. Только что у меня было одно число n и число x, а теперь кроме x еще возникает другое натуральное число m. Я могу рассмотреть сумму целых частей, где каждый раз в знаменателе написано число m, пока все понятно, да? Где каждый раз написано плюс x, а вот теперь очень интересный вопрос, что здесь будет? Как будет пробегать значение? Видите, нет этот сумм? В знаменателе n это вот эта штука, отлично. x он и есть, x, здесь все хорошо. Слово k пробегает значение от 0 до n-1. Здесь вот так, отлично. А теперь вопрос, как в этих терминах записывается вот эта функция? Ну, смотрите, в знаменателе должна быть единица, правильно? Сумма берется от 0 до n-1 и меньше вот этого параметра. Это вообще нет любого числа. Правильно. И вот в качестве любого числа это сгодится. Все, я добился того, чего хотел. Ребята, вот это верхнее равенство может быть при таком обозначении записано вот таким вот образом. Согласны? Правда, левая часть немножко смешная, потому что действительно, когда вы сумму берете от 0 до 1, то единственное слагаемое с нулем, то здесь, в принципе, можно писать любое число. Это правда. Но так тоже можно. И, наверное, вы понимаете, ради чего я все это сделаю. Ради того, чтобы сейчас взять и записать то же самое, только вместо единицы здесь, написав любое число m. Так, если мы берем f от n, n, x, то это то же самое, что f от n, n, x. Другими словами, такой закон взаимности. Между прочим, если вы вспомните, как доказывали квадратичный закон взаимности, а были на самом деле на вам их мать несколько раз лекции про это, то одно из доказательств использовало бы такой эффект. Поэтому вот это равенство в некотором смысле это то же самое, что ф от атичный закон взаимности. Единственное, что ф от атичный закон взаимности, там по и ку. Это простые числа, а здесь никакого ограничения на числа m и n нет. x вообще любое число вещественное, m и n натуральные числа. У этой теоремы есть два доказательства. Первое состоит в том, чтобы увидеть, почему эти величины равны. Чисто диагностически. Нарисовать одну картинку, нарисовать другую картинку и понять. Второе доказательство состоит в том, чтобы обе эти величины посчитать. оказывается, что существует формула, которая выражает вот это самое f от m, n, x через следующие величины. Через m, n, x и наибольший общий делитель чисто диагностически. И когда мы эту формулу найдем, то она будет симметрична. Относительно этих величин, ну и значит равенство. Но, перед тем, как вот это вычисление сделать и найти явную формулу, давайте все-таки сначала, что называется, геометрически увидим, почему это одно и то же. Ну, смотрите, что обозначает вот эта вот самая целая часть? Правда, единственное, х может быть отрицательным, и тогда у нас здесь вообще будут отрицательные числа, и это будет чуть-чуть не так. Но, вот представьте себе, что х это какое-то очень большое число. Между прочим, мы имеем право это делать, потому что, ну как, при желании вы к х можете прибавить число, делящееся и на m, и на n, тогда фето, так сказать, ну, и все будет хорошо. Потому что, если вы к х прибавите m, n, то тогда вот здесь вот за акция целая часть выходит m, и оно выходит n раз. А, соответственно, там, на акция целая часть выходит n, и оно выходит m раз. Поэтому все скомпенсируется. Вот. Таким образом, можно считать, что число положительное. А если число положительное, то мы понимаем, теоретический смысл целой части. Вот, когда у вас есть какое-то положительное число, ну, например, что, то его целая часть, это что такое? Это количество точек, расположенных... Переды. Да? От него с этой стороны. Согласны? Замечательно. Значит, я могу написать так. Вот вместо этой целой части меня интересует сумма k, бегая от 0 до m, здесь будет какой-то другой индекс, скажем, l. l пробегает значение, это принимание, l должно быть больше 0, да? И при этом l должно быть меньше или равно, чем k n плюс x делить на m. Потому что, как раз, если число целое, то считать надо. А вот этот 0 считать не надо. Ну, хорошо. Суммируем единицы. То есть, вот по всем таким вот парам k, l мы суммируем единицы. Отлично. И нам нужно доказать, что здесь вот у нас l от 0 до m минус 1. И наоборот, нас интересуют такие числа k, которые больше, чем 0 и меньше или равны, чем l m плюс x разделить на m. Мы подсчитываем количество некоторых целых точек. Теперь, разумеется, надо ввести систему координат. По одной из осей запустим k, по другой оси запустим l и просто пытаемся нарисовать. Итак, что значит k от 0 до m? Давай м минус 1. 0, 1, 2, вот где-то здесь m минус 1, k должно быть вот в этой полосе, строго левее, чем m. Хорошо. Что значит lm меньше или равно, чем k n плюс x? Ну, как? l меньше или равны этого числа, это следующее означает. Надо взять отрезок x разделить на m, и с угловым коэффициентом n m-ных, так, что такое n m-ных? Ну, где-то там у нас есть число n, есть такой прямоугольник, у него есть диагональ, и вот параллельно этой диагонали надо провести прямую. И нас интересует количество целых точек в такой области, в такой области, вот она параллельно драгональ проходит, в такой области, значит, сейчас, у нас l должно быть больше 0, поэтому вот эта граница не входит, осерцисс нельзя брать. наоборот, на оси ординат вот эти точки можно брать, эти точки можно брать, и вот здесь вот брать нельзя. То есть, вот это не вход к границе, это не входит, и нас интересуют вот все эти целые точки, расположенные в такой области. Отлично. Теперь вопрос, а что здесь? Что у нас здесь значит, k не больше, чем x разделить на n, ну, ребят, на самом деле, если вы так посмотрите, с угловым коеффициентом, это будет вот такая прямая, проходящая на, когда я не разница, посмотрите, проходящая параллельно на том же состоянии, только точки у нас будут другие. у нас на этот раз будет вот эта граница запрещена, у нас будет запрещена вот эта верхняя граница, и нас будут интересовать точки, которые вот в такой области, то есть вот отсюда туда. идея понятна? Маленькая проблема. Я все время пользовался тем, что число x, хотя и положительное, но не очень большое. То есть, что вот здесь x разделить на n, оно на самом деле меньше, чем n. В принципе, я уже объяснял, что на mn x можно увеличивать или уменьшать без ущерба для дела, поэтому действительно можно считать, что картинка такая. Вот. Ну, кто догадается, что называется, почему это очевидно? Почему целых точек вот в такой области столько же, сколько целых точек в такой области? Как это называется? Можно сделать центральную симметрию относительно центра прямоугольника. Точно. Мы можем сделать симметрию относительно центра прямоугольника. Ребята, если вы перечитаете доказательства тратичного закона зрительности, ну, одно из, их там несколько есть, с самыми разными идеями, но вот одно из доказательств, которое обычно школьник рассказывает, такой без всяких там ограничительных чисел, а что называется совсем простое школьное, то вы обнаружите, что там тоже делали симметрию относительно чего-то. Замечательно. Действительно, просто вот этой центральной симметрии достаточно, чтобы вы решили заточку. Я существенно использовал, потому что я беру целую часть от неотрицательного числа. В общем, так, если число х положительное и при этом меньше, чем м, н, то я вам все объяснил. Нужное количество м отрибавить или вычесть, чтобы х стало какое надо и при этом ресурс только. Спасибо.